Любопытную вещь. Был Нох. Завет был? Через некоторое время появляется и завет. Скажите мне, пожалуйста, завет Авраама по отношению к завету Ноя, какой, новый или старый? А завет Ноха становится каким заветом? Старым или ветхим? Да, согласен, он до сих пор действует. Тут я согласен. Ну, не знаю, что он старый. По отношению к... По времени. Каким он становится? Предыдущим. Можем сказать, что этот новый, а тот уже не совсем новый. Первый и второй, я понял. Можно сказать, что он лучше. И это Авраама лучше. Лучше, отлично. Меня интересует временное определение. Видите, мои друзья? Что тут написано? А вот вторая часть какая? Мне открыть, чтобы вы прочитали? Ветхий или Старый Завет. Окей. И в большинстве случаев люди, которые смотрят Библию, представляют, что эти два завета являются разными. И один отменяет другой. В некоторых головах один противопоставлен другому. Еще раз. В некоторых головах эти два завета противопоставлены один другому. Когда мы читаем, кому мы отдаем? Какому? В какой части мы отдаем большее предпочтение? равную? Правда, ну. Это правда. Правильно ли это? А вот этот вот, это не наш Завет. Это еврея. А можно сказать, что это Завет народа Божьего? Ну, это не наш. Мы не народ Божий. Я правильно, что знаю. Правильный ответ Иисуса. Это все правильно. А так же по-русски было понятно. Новый Завет. Это Завет с евреем. Как его заключил? В Дереме так и написано. Да. Это тоже к евреям, кстати. Так что, что тот еврей. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Вы же понимаете, что я... Кто-то может сказать, что я здесь говорил о исполнении Торы? Вы аккуратно, пожалуйста. Потому что потом я попаду под раздачу. Я выйду отсюда, вы скажите, он нас под закон подвел, обрезал и всех заставил. Вы аккуратнее, пожалуйста. Я попадал в такие смешные истории. Когда-то я приезжал в одну... Церковь меня пригласили. Я там два служения подряд. Я учил о ответственности за даяние в Новозаветной Церкви. То есть я учил, что верующие Нового Завета, они имеют ответственность за содержание служителей Нового Завета. И как мне казалось, я, в общем-то, учил на основании Писания. Вот два воскресенья я учил. После чего, ну, в ходе служения там вызвали свидетельствовать людей на сцену. И один человек выходит, хороший брат такой, свидетельствует на сцену и говорит, вот как предыдущий спикер учил о преуспевании. Я говорю, теперь я понял, оказывается, о чем я учил. А о преуспевании. А учитывая то, что я не очень большой сторонник теории преуспевания, но, оказывается, два служения я учил как раз только о преуспевании. Точно так же получается, что здесь я учил об исполнении закона. Так вот, не учил я этому, спасибо. Вернемся. Вернемся. Что нас интересует? Очень часто на подсознательном уровне мы противопоставляем эти два завета. Завет Синая и Новый Завет. Здесь понятно, да? Пока я начинаю издалека. Я еще не дохожу до завета Синая и пока остаюсь на завете Авраам. и спрашиваю, завет Авраама по отношению к завету Нового каким был? Ну, но это не значит, что они противопоставлены один другому. Это даже не значит, что завет Авраама отменил завет Нового. Это понятно? Завет Авраама он вычленил людей определенную группу из завета Ноха и начал распространяться не на всех людей, а только на некоторую часть. Понятно, да? Завет Ноха дан был всему человечеству, всем потомкам Ноя после него. Еще раз. Завет Ноха был дан всем людям, без исключения. Завет Авраама дан только потомкам Авраама. Разницу ощутили, да? Но при этом завет Авраама они говорят так, все, что было написано здесь упразднено. Ничего подобного. Осталось, все работает. Не противопоставляются эти два завета. Понятно, что мы можем сказать, завет Авраама он имеет лучшее обетование, чем завет Ноха. Да? Точно лучше. Хорошие вещи обещаны. Те, которые не были обещаны Нохом. Он имеет лучшее обетование. Но завет Авраама утвержден вообще на других основаниях. Завет Авраама утвержден вообще на других основаниях, не на таких основаниях, на которых был утвержден завет Ноха. Но при этом он не отменяет завета нового, не противопоставляется. Хотя он утвержден на других основаниях, и он лучше, чем завет, который получил нового. Понятно, да? У нас в голове иногда бывает злая такая вещь, что мы противопоставляем все, что написано о Синайском завете, причем отождествляя вообще с Синайским заветом вот эту всю толстую часть, которая называется Танах. Мы говорим, это все Синайский завет, это все всад, это все ветхое, все старое, все, что прошло, теперь все новое. Но послушайте, мои хорошие, и левая, и правая часть, как это ни странно, является Словом Божьим. И вот завет Ноха, это было Слово Божье по отношению к потомкам Ноя. Завет Авраама, это тоже Божье Слово, только уже по отношению к потомкам Авраама и всем, кто захочет вступить в этот завет. Понятно, да? Знамение завета. Авраама, наверное. Бритмила, обрезание. Итак, 17-я глава. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, ходи передо мною, будь непорочен. Я поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним, и сказал, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма размножу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя. И поставлю завет мой между мной и тобою, между потомками твоими после тебя, в роды их. И завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананейскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя, в роды их. Понятно, да? Здесь мы видим какие-то новые части. Да. Здесь Бог открывает еще какие-то грани этого завета. Он раньше говорил, что он будет Богом потомков. Нет. Он говорит, я произведу от тебя великий народ. Говорил? Потомки твои будут, как песок земной. Говорил? Говорил. Это он все говорил. Но тут он говорит удивительные вещи. Он говорит, слушай, ты будешь отцом множества народов. Как это? Еще одного понятно. Великий народ понятно. Ну, уже пройдите. Они вырежут потом этот кусок, а я продолжу. Итак. Отцом одного народа это понятно. Да? А множеству народов? Как это? Это вопрос? Да. Пожалуйста. Ну, Авраам был отцом не только еврейского народа. От Изамаила пошли арабы, от Исава, от Дом. Вы думаете, об этом идет речь? Ну, предполагаем, может. Множество. Множество это много или мало? Множество народов. Это не один, не два, не три, не четыре, не пять. Множество. Это много. И на сегодняшний день есть такой народ, как украинцы, да? И часть этого народа, украинского, стала частью потомковых. Есть китайцы, которые стали частью корейцы, японцы, аргентинцы и так дальше. Мы можем рассматривать это, как в плане того, что из множества народов будут потомки Авраама. Вот здесь как раз по вере. И он отцом стал всем нам, которые приняли ту же веру, которую имел Авраам. Авраам. Понятно, о чем я? Понятно, хорошо. Какой-то знак. Итак. И ты не будешь больше называться Авраамом, будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари земные произведут от тебя. И поставлю завет между тобой, и между потомками твоими после тебя, вроде их. Новая часть. Новая часть. Он говорит, послушай, я не только благословлю, но и тот завет, который есть у меня с тобой, я распространю этот завет на твоих детей, на твоих потомков. Важная часть. Я буду твоим Богом и потомков твоих после тебя. Я буду твоим Богом. Что это такое? Что значит, я буду твоим Богом? Это значит, что Бог будет принимать непосредственное участие в жизни этих людей. Он будет именно их Богом вести. А какое непосредственное участие? Некоторые думают, что его непосредственное участие – сидеть на небе, ждать, когда я ошибусь, чтобы дать мне по голове за это. Он непосредственно участвует в жизни моей. Вот беру, бэм, палкой по голове, будешь знать, как себя вести. Поучаствовал. В некоторых местописаниях Бог себя называет, по-моему, я Бог Авраама, Ицхака, Иякова. Да. Вот я же выясняю, что такое Бог. Ну, как бы он называет себя, сам Бог, как бы, ну… А что это такое? Бог Авраама. Понимаете, в чем дело? Я сталкиваюсь с такой странной вещью. Мы достаточно легко пользуемся словом «Бог». Да? Достаточно легко мы пользуемся. И пользуясь этим словом, когда я останавливаю людей и спрашиваю, а что это такое? Ну… А что это? Ну, вот, ну, Бог. Бог это что? Ну, Бог это Бог. Ну, что тут непонятного? А что такое, я буду твоим Богом? Ну, Бога он будет. Пожалуйста. Я просто вас прошу, скажите, пожалуйста. Ну, я, допустим, для себя определяю, кто есть Бог. Вот через его имена. То есть, он открывался людям через определенные имена. Понимаете? Ягова Ира. То есть, тот, кто усматривает для тебя разные вещи. Бог Ягова Рафа, Бог Целитель и так далее. Понимаете? Я о чем хотел сказать. Я о чем хотел сказать. У вас папа есть? Ну, или был, по крайней мере. Ну, да. Вы знаете, есть такое в русском языке слово «папа». Знаете, да? А есть слово «мама». И если вас спросите, кто такой папа, вы скажете, это тот, кто родил меня, тот, кто заботился, тот, кто воспитывал меня. Да? Вы же легко скажете, кто такой папа. Никаких затруднений не будет у вас охарактеризовать. Такое простое русское слово. Если вас спросят, кто такой папа. А, все понятно. А кто такой Бог? Понятно, да? А он говорит, я буду твоим Богом. Можно сказать папой, да? Если бы он сказал, я буду твоим папой, Авраам бы моментально понял. Ага, он будет для меня как Террак, как мой папа. Он будет чего-то для меня делать. Понятно? Папа, мама – это те люди, которые что-то делали. В моей жизни. Мои папа и мама, они что-то делали для меня. Это понятно? И если кто-то придет в мою жизнь и скажет, слушай, я буду тебе папой. Я пойму, ага, оказывается, он хочет обо мне заботиться. Да? Если он хочет быть моим папой, что он будет делать? Он будет заботиться, обеспечивать, наставлять меня. Да? Если он хочет быть моим папой. И Бог приходит к Аврааму и говорит, слушай, я буду твоим Богом. А Авраам говорит, yes. Я понял, что он хотел мне сказать. Я понял, что, кем он для меня хочет быть. Понятно? И я не думаю, что у Авраама было такое затруднение, как у нас. Бог. А кто такой Бог? Он понимал. Он понимал, что Бог – это тот, кто заботится, оберегает, охраняет, обеспечивает, не оставляет, руководит тобой. Он берет на себя определенную ответственность за мою жизнь. Люди понимали, что такое божество. Они понимали, что вот этот Бог, он отвечает вот за это. Бог луны. Понятно. Луна там, он отвечает, что пошла, зашла. Бог воды, Бог огня, Бог еще чего-то. Люди прекрасно понимали, что если он, вот, ну, Бог чего-то, он за что-то, прежде всего, что делает? Отвечает. Он имеет какую-то сферу ответственности. И он в этом может делать все, что ему в голову придет. Язычники понимали, что Боги, они могут делать все, что им в голову придет. Ну, сумасшедшие. И для того, чтобы гадости не делали, надо их, что? Задобрить. Задобрить, умилостивить. Ну, чтобы, ну, по-нормальному себе вели. Не так, как без руля и без витрил. Надо что-то им дать, чтобы они по-хорошему. А? Чтобы они чем-то заняты. Там, радовались. Мы им принесли. Ура! Довольные такие. До следующего раза сидят и ждут. Когда? Не идет. Ну, тук-тук-тук. Опять пришел им, принес. Опять, ааа, они там радуются. Мне нравится в этом плане китайские башки. Их надо по пузику щекотать. Им весело. Ты их по пузику, они тебе деньги. Ну, какая-то связь такая. Такой бред в голову лезет людям. Ну, что? Это за массаж. Это за массаж, да. Тут Бог приходит к Аврааму, а Бог, Он единый. Творец неба и земли. Говорит, слушай, я хотел тебе сказать, я буду твоим Богом. И Авраам поняла, вау. Жизнь удалась. Жизнь удалась. Тот, что круче всех, Он будет обо мне заботиться. Тот, что круче всех и нет подобного Ему. Он будет меня оберегать, защищать, руководить мной. Не только мной, но и моими потомками. Он будет таким для меня. И поэтому до сегодняшнего дня мы молимся и говорим, Отец наш, который на небесах. Ты наш Папа. Ты тот, кто заботится о нас. Тот, кто любит нас. Кто оберегает, наставляет, воспитывает. Ты такой. До сегодняшнего дня. И он приходит к нему и говорит, я буду таким для тебя. Он говорит, это хорошо. Это жизнь действительно удалась. Потому что если он стал нашим Богом, то наша жизнь состоялась. И это важная часть. Это то обетование, которое Авраам приходит и получает от Бога. И когда мы входим в завет Авраама, Ицхака и Иакова, новый завет, который обещан всем, мы принимаем его как своего Бога, как своего отца. И это великая часть, которая открыта нам через новый завет. Мы входим в удивительную часть, открытую нам, через новый завет. Он стал нашим Богом. Что еще нам? Чего нам не хватает? Приложения не хватает. И это часть нашего вхождения с ним во взаимоотношения. Он становится нашим Богом. Удивительная часть. И здесь мы подобны Аврааму. И здесь мы становимся действительно детьми Авраама. Поверим. Мы входим в это обетование. Он становится нашим Богом. Из какого бы народа мы ни были, из какого племени бы ни были, он становится нашим Богом. Бог Авраама, Ицхака и Иакова становится моим Богом. Чудесная часть. Он говорит, это завет мой. Я вхожу в этой части, в этот завет. Ну, значит ли мне, что мне принадлежит все остальное? Хотелось бы, но извините. То было обещано кому? Авраам. Есть некоторые части, да? В завете Авраама, которые действительно для меня. Он стал моим Богом. И это стало возможным через исполнение того обетования, что благословятся все имени твоем, все племена земные. И это исполнение этого обетования для меня. Ну, послушайте, лучше ничего быть не может. В центре ничего быть не может. Главнее ничего для человека быть не может, чем вхождение в это обетование. Он приходит и говорит, слушай, я буду твоим Богом. И Богом твоих потомков. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которую ты странствуешь, всю землю хананейскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской полк. И он дает знамение завета в обрезании. Понятно, да? И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал им. Сам себе, неужели от столетнего будет, и Сара 90-летняя родит. И сказал Авраам Богу, о, если бы Измаилев был жив перед лицом твоим. Бог сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Ицхак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомствую ему после него. Итак, мы видим здесь некую передачу. Важную часть. Авраам говорит, слушай, да нормально, пускай. Измаилев будет жив. И нормально уже все. Есть такая еврейская песня. И этого было бы для нас достаточно. Как звучит? Дай, дай, ену, дай, ену, дай, ену. И этого было бы достаточно. И Авраам говорит, хай да ену, слушай, там все нормально. Я уже доволен, уже все хорошо. Пускай вот этот парень будет жив, и уже нормально для меня. Вот ты мне уже столько пообещал, столько уже сказал, столько сделал. Слушай, я доволен. Достаточно этого для меня. Пускай вот этот будет жив. Бог говорит, нет, ты не понял. Микрофон дать? Ну, по поводу не хочу ни Сару, никого я бы не огорячился. Ему было достаточно. И там с Измаилом еще приключения были. И с Сарой были приключения. Ему было уже достаточно. Короче, это первый раз Авраам спел песню дай, дай, ену. Но Бог говорит, нет, я конкретно тебе говорю, от Сары. И завет, который есть между мной и тобой, он перейдет к заветам вечным, кому? К Ицхаку. Он говорит, Авраам рассчитывает на то, что завет, который он заключил, он уже исполнился, в ком? Уже есть потомок, уже есть все нормально, уже есть от кого размножаться дальше. И он говорит, нормально, ничего не надо больше, все хорошо. Измаил был бы жив перед лицом твоим, и уже жизнь удалась. Бог говорит, нет, ты не понял. Только с Ицхаком я поставлю завет мой. Понятно, да? Не совсем, конечно. Было понятно Аврааму на тот момент времени. Но нам уже сегодня все понятно. Здесь конкретно сказано, что только... Да? И 18 глава, 18 стих. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам своим, и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполнил Господь над Авраамом то, что сказал о нем. Итак, мы видим, что смысл завета заключенного с Авраамом в чем? Он, чтобы потомки ходили путями. Передать это все дальше. И мы смотрели в исходе, да? Исход 10 глава, 2 стих. Та же самая мысль. Рассказать, передать все сынам и сынам сыновей. Чтобы они знали, как им ходить. И знали, что он их Бог. Опять то же самое странное слово. Он такие их Бог. Понятно, да? Удивительно. Второй раз Авраам попадает после всего этого на те же грабли, которые были в Египте. И Бог уже является царю Амимелеху и говорит так. Ты попал. А? Я не при делах. И удивительная часть, конечно, когда... Ну, вы помните, да? В царе было уже... Все нормально. То Авраам переживал, когда я была 65. Здесь Авраам занервничал в 90, когда я была. И как это ни странно, в 90... Сара волновала кого-то. А вы говорите, она Авраама не волновала. Она посторонних мужчин даже волновала. А? Те были моложе, поэтому запали на 90-летнюю... Сару. И у тех, между прочим, жен было тоже нормально. Они перестали рождать. Он занервничал Амимелех, потому что у него жены перестали рождать. И вообще, Амимелех был, конечно, красавцем. Он пришел к Аврааму именно по адресу, да? Говорит, слушай, у меня беда. У меня тут жены перестали рождать. И он говорит, да. Как раз по адресу. У меня вот вообще не рожает. Ты как раз по адресу обратился. У меня, говорит, вообще не рожает. А у тебя, значит, перестали. У тебя горе, да? А ты догадываешься вообще, как я себя чувствую? Каждый день, а после твоего обращения вообще отлично. Знаете, когда сам переживаешь, а тут другие приходят и говорят. У меня тоже беда. Почти такая же, как у тебя. Перестали. Да, ну удивительно. Авраам что сделал? Помолился. И после этого что? И у того, и у него. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авамелеха, и жену его, и рабыни его, и они стали рождать. И после этого мы видим, что призрел Господь на Сару, как и сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара значила и родила Аврааму самим. Удивительное событие, да? Когда тот человек, который сам не имеет, молится за других, чтобы они имели то, чего он сам не имеет. И он желает того, чтобы другие имели то, чего у него нет. И Бог дал тем и этим. Богу не тяжело, Богу не жалко. Да? Но это сердце человека, это сердце Авраама, открытое к тому, чтобы благословлять, молиться за других людей. Да? Хотя, конечно, у него могло быть плохое впечатление о Аврааме, он же все-таки его жену забрал. Да? Ну, Сара, хвала Всевышнему, родила. И дальше мы видим, и насадил Авраам в Версавию рощу, и призвал-то имя Бога Вечного, и в ответ ничего не произошло. И жил Авраам в земле Филистинской, как странник, как странник, дни. Какие? Многие. Многие. Он жил как странник. Опять-таки, выйдя из насиженного города, он жил как странник, он кочевал. И после этого было обращение Бога к Аврааму, пойди-ка в гору, на гору, какую? Моря. И Авраам собрался, и что сделал? Жил. Мальчику из Хаку сколько было лет? В районе 37. Судя по всему, эти события, в общем-то, Сара не пережила. Она пережила стресс, после которого, судя по всему, через какое-то время она умерла. А? Да. Итак, мы видим, что Авраам собрался, пошел, и Авраам имел определенную веру. Определенную веру. И здесь удивительная часть о вере Авраама, какую он имел. Вера Авраама, которая вменилась ему в праведность, она сопровождалась делами? Никакими? Пожалуйста, Писание открываем, берем микрофон, открываем Писание и начинаем читать. Дайте микрофончик. Послушание Богу в том, что... Послушание. Где вы видите послушание Богу в вере, которая вменилась ему в праведность? Открываем место и читаем. Ну, и в том, что он вышел из земли. И он вышел из земли. И это вменилось ему в праведность? Он вышел из земли. Это 12 глава. Вера вменяется ему в праведность? До этого момента я думал, что да. Если вас не затруднит Юрий, откройте, пожалуйста, Библию и прочитайте мне, где вера, когда он послушал и пошел, вменилась ему в праведность? Согласен. И видите, что сегодня я не зря говорю об этом? Получается, нету. Получается, что нету. Подождем, у Юрия, может, получится, что есть. У него Библия есть, он будет искать. 12 глава. Наконец, Юра узнал, где надо смотреть. Итак, ищем внимательно. Может быть, найдем. Пока Юра ищет, я почитаю с другого места. Что же, скажем, Авраам, отец... Я подниму, 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 подниму. Спасибо большое. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвелу, но не перед Богом. Еще раз. Если он оправдался делами, то имеет похвалу, но не перед Богом. Так же, стоит ли искать в делах? Ибо, что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Это 15 глава. Поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние его делающему вменяется, но не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера вменяется не делающему, но верующему. Ага. Ага. Итак, блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блаженны, человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезанию? Не по обрезанию, а до обрезанию. Знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. Он стал отцом всех верующих, когда он был не обрезан, чтобы и им вменилась, и им. Это кому? Еще раз. И им. Это кому? Не обрезанным. Не обрезанным. Или обрезанным? Не обрезанным. А говорит, не имеет значения. Им. Кому? Чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших в обрезании, но и ходящих по следам веры, отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. Надо понимать, апостол Павел пишет кому? Римлянам. Это четвертая глава римлянам. Апостол Павел пишет римлянам, и он говорит о том, что вменилась и им вне обрезания. И он говорит, послушайте, вменяется и обрезанным. Обрезанным тоже вменяется. Но если они что? Ходят по стопам веры. И он говорит, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры, отца нашего Авраама, который он имел вне обрезания. Он говорит, не обрезание важно. Охождение по стопам веры. 18 глава. Чтобы дети твои ходили моими путями. Хождение путями, а не знак важен. И он говорит к римлянам, послушайте, и вас это касается, даже несмотря на то, что вы как бы, извините, не обрезаны, но если вы ходите стопами отца нашего Авраама, путями веры, то и вам это вменяется. Вменяется. Что такое вменяется? Зачитывается. Дается. Причем дается, несмотря на то, что они сделали. Ибо незаконно даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью от веры. И дальше он пишет. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменялось ему в праведность. «Опрочем, не отношение к нему написано, но вменилось, что вменилось ему, но и в отношении к нам». здесь важная часть. Здесь мы видим, кому передан завет. мы видим событие. Вменилась ему вера в праведность. Потом он получает знак завета. Обрезание завет и потом знак завета. Но апостол Шеуль говорит о том, что, послушайте, ему была часть, дарованная от Бога, праведность, которая вменилась ему по вере. Говорит, но, впрочем, не только в отношении к нему это написано, но и в отношении нам это кому? Верующим. Всем верующим вменяется и по отношению к нам. Верующим к того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего. Вменяется нам верующим того, кто воскресил. Конец четвертой главы, 24 стих. И здесь говорится о той же вере, которую имел кто? Авраам. Очень важная часть. Вера, которую имел Авраам вне обрезание. Я читаю вторую главу послания Иакова. Не делами не оправдался Авраам отец нас, возложив на жертвенник сына своего. Видишь ли, что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писание. Здесь очень интересный оборот. И исполнилось слово Писание. Когда исполнилось? Когда он возложил на жертвенник Ицхака. Какое слово исполнилось? Веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, они веруют только? Подобная ра, блудница и так дальше. Итак, исполнилось слово, которое он сказал верую, когда он возложил. Его жизнь, она была следствием его веры. Очень важная часть. Его жизнь была следствием его веры. И исполнилось слово веровал, вменилось, когда он ничего не сделал, а исполнилось, когда он сделал. И то же самое апостол Шауль говорит по отношению к нам, верующим, вменится и нам. Вменится нам, но нам надо, чтобы это слово еще и исполнилось. Разница во времени понятна? Ну, на этом остановимся. .